На втором поле стадиона Металлург за Кубок Самара по футболу сражаются лидеры чемпионата города, команды Олимп и Восход. У многих спортсменов за плечами не только Самарская футбольная академия крылья советов, некоторые успели поиграть в профессиональных командах. Конкуренция в наших турнирах очень высокая и предсказать победителя не всегда получается. Кубок города, в отличие от чемпионата города, это без права на ошибку, чемпионат города это долгий турнир, в котором каждый играет с каждым, то в кубке города проигравший сразу покидает розыгрыш, этим он и не предсказуем. С первых минут и до экватора первого тайма финального матча мячом владел Восход. Команда и открыла счет с пенальти 1-0, но затем инициативу перехватил Олимп и уже на перерыв футболисты ушли при счете 1-1. Второй тайм показал, что лидер чемпионата Самары, команда Олимп, готова забрать в этом футбольном сезоне все призы. В эффектной атаке Давид Захарян забивает второй мяч ворота соперника и празднует победу. Нам главное прийти поиграть в футбол. А как играть, с кем играть, нам уже без разницы. Нам дайте поле, мяч и все, мы готовы играть. По традиции финал Кубка Самары по футболу среди взрослых команд проходит в день физкультурника на стадионе Металлург. В этом розыгрыше трофея участвовало 10 команд по Олимпийской системе. В итоге кубок разыграли команды Олимп и Восход. Дойдя до финала, мы все должны понимать, что им способствовала удача, спортивное мастерство, поэтому они сегодня в этом финале. В Самаре футбол больше, чем игра. И то количество команд, которые сегодня у нас участвуют в первенстве города, оно за себя и говорит. Кроме Кубка Самары, лучшие футболисты турнира получили индивидуальные призы. На этом футбольный сезон в городе не заканчивается. На стадионе Металлург продолжают проходить матчи чемпионата Самары. Борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Болельщиков ждут в 8 вечера по вторникам и средам на главном поле Металлурга. Вход свободный. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.